Римлянам, 13 глава, 1 стих. И здесь вот опять Павел, мастер идеальных формул, пишет, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». И вот опять, как же очевидно, нет власти не от Бога. Существующие власти от Бога установлены, поэтому не надо им противиться, потому что ты самому Богу таким образом противишься. Однако, если мы с вами откроем Деяния апостолов, 5 главу, знаменитое место, где рассказано, как власть запретила апостолам говорить о Иисусе Христе. И вот смотрите, 27 стих, 5 главы. «Приведя же их, поставили в Синедрионе, и спросил их первосвященник, говоря, не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека». Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должено повиноваться больше Богу, нежели человекам». И вот 33 стих. «Услыша этого, когда власть это услышала, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их». И кажется, вот Павел говорит, нет власти не от Бога, существующие власти от Бога установлены, им не нужно противиться. Однако мы видим в деянии апостолов, как первые апостолы противились власти, когда власть им запрещала говорить об Иисусе. Может быть, кто-то скажет, «Пастор, ну тут духовные вещи, не политические». Нет, 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 нет. Послушайте, власти запрещали им не о духовных вещах говорить, власти запрещали им говорить о человеке, который в их стране был признан политическим преступником и был приговорен за политическое преступление. Не за духовные же вещи они Иисуса приговорили, а за то, что он как бы делает себя царем, конкурент к кесарю. Это что такая за оппозиционная тут партия появилась? И они его казнили, то есть приговорили к высшей мере наказания. А тут вот люди, и они как бы рассказывают о политическом преступнике, который пытался сделать себя царем, кого мы казнили. И таким образом, что получается? Беззаконная, что ли, власть? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нельзя об этом говорить человеке. Хватит тут по Иерусалиму разносить ваши роскоязни всевозможные. На что апостолы ответили, нет, нужно больше подчиняться Богу, а не людям. И опять кажется, то, что говорят апостолы в книге Деяний, противоречит тому, что написал апостол Павел. Как это увязать? И часто верующие пытаются это увязать. Может быть, как-то у нас перевод вот этой первого стиха 13 главы послания к кремлинам неверный. И порой переводят вот так вот. Ибо не есть власть, если не от Бога. То есть, если не от Бога, то это уже как бы и не власть. Но на самом деле, в греческом языке этот глагол можно переводить и как есть, и как существует. Поэтому в наш перевод не существует власть, если не от Бога. Он имеет полное право на существование. К тому же, то, что у нас перейдено в синодальном переводе, вот этот первый стих, он соответствует и второму стиху, и третьему стиху. То есть, дорогие, здесь дело не в тонкостях перевода. Опять Павел утверждает некую идеальную модель Божьего управления. Бог утверждает власть. И таким образом, за властью стоит Бог. Это как бы, вот так должно быть. Христиане не анархисты, которые, а, какая нам разница на всех этих начальничков. Нет. Вот. То есть, он утверждает некую идеальную модель, вот это установление. Но нельзя делать выводы о том, что все люди во власти, всевозможные там нейроны, коллегуы, Сталины, Гитлеры, что все вот эти люди как бы вот все делают правильно. Или современные там кимчин-ыны всевозможные, да, что они теперь все правильно делают, и что их режимам нельзя противиться? Что Павел об этом учит? Да не учит он об этом. То есть, смотрите, вот мысль Павла состоит в том, что человеческое правление является как бы производным от божественного правления. Поэтому подчиняться государству правильно. Но после всего этого Павел показывает, а какое же назначение земной власти? Какая же цель у государственной власти? И вот смотрите, третий стих, третий стих, тринадцатая глава, послание к римлянам. «Ибо начальствующие, поясняет апостол Павел, страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание, делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подать, и платите, ибо они, Божьи служители, сим самым постоянно занятые». Видите, он опять рассказывает, какой должна быть власть, которую установил Господь. То есть это люди, которые поставлены для того, чтобы поощрять добрые дела и наказывать тех, кто совершает злые дела. Поэтому и платим мы налоги для содержания власти, чтобы они могли исполнять правильно свои функции. И опять-таки идеальная картина, нарисованная апостолом Павлем. Но если мы спустимся на землю, всегда ли это происходит так? Всегда ли начальник носит меч и всегда ли он наказывает за зло и поощряет за добро? Апостол Павел на своем примере показал, что нет, не всегда. Потому что самому апостолу Павлу власть отрубила мечом голову. Вот знаменитая картина. Казнь апостола Павла Энрики Симоне 19 века. Вот отрубили голову ему мечом, что это было справедливо. И не только апостол Павел, если мы посмотрим на жизни всех апостолов и Иисуса Христа, практически все, за исключением Иоанна, были мученически убиты. Очень часто в страшных мучениях. что? Это тоже, что ли, было справедливо? Вот такие, кто, что делала власть? Мы говорили про Христа, который тоже был казнен как политический преступник, как тот, кто тут развил какую-то деятельность, царь какой-то тут. Ведь его преступление было написано на табличке. Вот царь иудейский, самозванец, провокатор политический. Вот его было преступление. Конечно, мы с вами понимаем, что благодаря Божьему промыслу он все, и даже эти ужасные несчастья, Господь все обращает ко благу. Даже предательство Иуды Бог обратил для того, чтобы его воля совершалась. Но ведь это не означает, что предательство это хорошо и правильно, и мы должны все стремиться быть предателями, чтобы Господь нас могущественно как Иуду использовал. Нет. Мы должны стремиться к свету, а не к тьме. И поэтому мы видим в Библии, что да, Бог дает правителям власть, но дело все то, как они ей пользуются. Это точно так же, как в церкви Бог установил пасторов, служителей, да, Бог установил служителей церкви. И это правильно. Но означает ли это, что все пасторы делают то, что хочет Господь? Да нет, конечно. Куча есть злоупотреблений, куча есть всяких религиозных манипуляций, поэтому некоторые даже говорят, ой, вообще нам пасторы не нужны, нам в церковь ходить не надо, будем дома сидеть, будем Библию почитать, иногда в интернете проповеди смотреть, так мы сильно разочаровались. Это другая крайность, потому что, конечно же, есть пасторы, которые совсем ведут себя не как пасторы, есть служители, которые занимаются манипуляциями, но это не означает, что пасторство вообще не нужно, иначе церковь будет как лебедь, рак и щука. Поэтому да, Бог установил пасторство, Бог установил власти в стране, власти в государстве, но важно смотреть, как ведут себя власти, как ведут себя пасторы, как ведут себя проповедники, что стоит за их служением. Важно очень смотреть, быть внимательным и бодрствовать в этом, потому что ведь нередко мы знаем, есть и коррупция, есть и злоупотребление, когда власти могут наоборот поддерживать тех, кто совершает злое, и наоборот ущемлять тех, кто творит добро, что такого не бывает? Да полно, полно такого, что теперь мы должны радоваться и принимать все это? Нет, не должны, не должны, потому что для чего? Бог установил власть, вот Павел четко, смотрите, показывает, для чего? Мир во грехе, много злых, много коварных, много там всевозможных преступников, и чтобы мы не поубивали друг друга, не разграбили друг друга, есть некий регламент, который установлен в государстве, есть некоторые законы и правители, которые призваны следить за тем, чтобы в обществе как-то был контроль, чтобы грех, всевозможные воровство, убийство и прочее не проявлялись. Для этого нужен закон. И это было бы хорошо, если бы правители и власти или пасторы, например, были ангелы с неба, которые приходят сюда на землю и все делают так, как надо. но проблема это в том, что власти это тоже земные люди и они тоже греховные. И поэтому так важно, чтобы с одной стороны власть могла контролировать общество, чтобы зло там не торжествовало. И в то же самое время, чтобы общество контролировало власть, чтобы и там тоже не распоясались и не начали делать то, что делать им не должно. Именно поэтому Бог так долго не хотел, чтобы в израильском народе были цари, как у прочих языческих народов. Долгое время Израиль жил вот такой общинной системой, когда были колена, племена, семьи были и для каких-то дел выбирали судью, если там враги приходили, амаликитяне, судья на определенное время. Потом проблема уходила, все, полномочия судьи заканчивались. И таким образом, видите, и власти были, которые могли вести народ, и народ в то же самое время мог убрать какого-то зарвавшегося судью, как у нас было какое-то время на Руси в Новгороде, когда там были князья, которых там избирали, тот же Александр Невский, его много раз прогоняли, когда там Александр Невский творил, что не должно, да? Вот. И потом Бог не хотел, не хотел, чтобы власть была такая, которую общество не могло контролировать, вот эта царская власть, где только царь контролирует людей, а люди ничего сделать не могут. И когда Израиль все-таки выпросил царя, Бог говорит, ну, ну смотрите, власть, которую вы не сможете контролировать, это будет жестокая власть, это будет жесткая власть, и ваших сынов будет на убиение посылать, и войны будут всевозможные, и вы понимаете, о чем просите? Так написано в первой книге царств, когда Бог говорит, смотрите, вы не просто, Бог сказал Самуилу, они не просто, говорит, тебя, судью, отвергли, они, Бог говорит, меня отвергли, меня отвергли. Потому что мы видим, когда в чьих-то руках скапливается слишком много власти, когда теряется контроль всевозможный, тогда эта власть сносит людям голову, потому что ведь власть одно из величайших искушений. Люди становятся самодурами, они начинают творить ужасные вещи, поэтому вся история человечества наполнена всевозможными войнами, всевозможными конфликтами наполнена. И Библия нам показывает на многих примерах, что если власти начинают приступать через грань и не делают то, что они должны делать, а делают что им хочется, зло называют добром, а добро называют злом, начинают заниматься манипуляциями, то цель христианина и задача христианина не просто не подчиняться, а не повиноваться таким властям. И мы видим в Библии примеры такого неповиновения. Помните, когда фараон приказал, а власть они же очень боятся, чтобы никто их не скинул, никакой конкурент не появился, и фараон боялся этого, и он приказал всех новорожденных иудейских мальчиков убивать. И бабки повитухи должны были, это был приказ, государственный приказ. О, нет власти ни от Бога, фараон так сказал, надо убивать, сказал убивать, надо убивать. Жираф большой, ему видней, надо это делать. Но мы видим в Библии нет, эти бабки повитухи, они не подчинились приказу фараона, не подчинились. Когда Навуходоносор издал указ, чтобы все поклонялись золотому истукану, в Сидрах, Месах и Авдинага не подчинились приказу фараона. Когда Дарий издал приказ, чтобы в течение целого месяца только ему одному, его одного славили, мы видим, не подчинился Даниил этому приказу. Мы видим, когда Ира, царь, сказал волхвам, как там, поклонитесь мессии, царю иудейскому сразу, придите ко мне и расскажите, где там это все, где там этот мессия. Волхвы не подчинились приказу Ирода и написано в Евангелии, что они из Ифлиема ушли другой дорогой. То есть, мы видим это и есть много примеров и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и апостолы, мы уже называли это, они не подчинились к властям, сказали, нет, нет, вы приступаете за свои полномочия, когда власть начинает приказывать, как думать, как говорить, когда начинают наказывать за мысли преступления, они уходят за пределы своих полномочий, и это уже не власть, это уже беззаконие. Вот так и мобильный француз. Продолжение следует...